Овны, доброго вам времени суток! Рада вас вновь видеть на своем канале. В данном видео я вам представляю Тароскоп на сентябрь 2018 года. Работать мы будем сегодня с колодой Таро Закона Притяжения. Колода Оракульного типа немного отличается от классики своими значениями, своей прорисовкой. Но, тем не менее, может вам показать новые грани, новые нюансы во всех сферах жизни. Итак, по традиции расклад вам покажет основную атмосферу месяца, то есть какой фон грядущих событий. Какие события наиболее вероятно отыграются в сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни. И карты дадут вам совет, как наиболее продуктивно и благоприятно провести вам данный месяц. Напоминаю, что многим необходимо смотреть аэроскопы не только по знаку зодиака, но, например, по знаку своего асцендента в натальной карте. Определить вы можете его легко. Достаточно вбить в Google, вычислить бесплатно свой асцендент. Вы вбиваете в расчетную программу время своего рождения, место своего рождения и дату своего рождения. И программа вам автоматически выдаст, в каком знаке у вас находится асцендент, чтобы у вас не возникало вопросов, как его определить. Итак, давайте смотреть. Общая атмосфера месяца, что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт на сентябрь 2018 года. Давайте смотреть. Итак, общая атмосфера месяца для вас в этом месяце. Старший Аркан Звезда. Ну, это карта свершения надежды или каких-то планов, или осуществления желаний. Либо в целом, это, знаете, подойти к какому-то логическому завершению того проекта, либо того дела, к которому вы долгое время стремились. Для кого-то, несмотря на все это, Звезда, например, может означать поступление куда-либо. Как, знаете, как свершившийся этап, когда вы уже определились, да, и направляете свою энергию в какое-то определенное русло. Либо в целом, Звезда именно в этой колоде, это тоже по-новому стартап, исполнение желаний, либо целей, которые для вас были недостижимы. Поэтому весь сентябрь месяц для вас ознаменуется именно под этим Арканом. Исполнение надежд, достижение целей, выполнение ваших планов. Ну, давайте смотреть поэтапно в каждой сфере, как у вас будут проигрываться события. Итак, что касаемо работы. Так, вот здесь в плане работы, смотрите, тройка мечей, тучи сгущаются. О чем может говорить эта карта? То есть, либо придется, скажем так, поменять курс в плане работы, ну, как вариант. Например, если для вас работа новая, метились вы на одну должность, на одну работу, кардинально поменяли свои планы, да, перешли на другую. Если же с позиции наемного работника на текущий момент, то здесь могут быть какие-то прения в коллективе, как с вашими коллегами, так и с руководством. Если на текущий момент вы безработный, то ситуация останется неизменной. И если у вас все-таки свой бизнес, свое дело, здесь могут быть какие-то, скажем так, проблемы, либо с проверяющими инстанциями, либо с деловыми партнерами. Но, тем не менее, давайте смотреть, как это у вас отыграется, например, в плане финансов. А в плане финансов, несмотря на все эти перипетии, у вас все будет спокойно и все будет стабильно, потому что Аркан, Рыцарь Пентакли – это планомерное, уверенное движение вперед. Потому что здесь вы не только сопоставляете свои доходы с расходами, вы трезво подходите к делу, оцениваете риски, и знайте, как инвестировать, куда вкладывать, либо в целом, как развивать, либо как достигать своих поставленных целей. Чего бы это ни касалось – покупки, купли, продажи, либо сбережения, накопления ваших финансов. Здесь вы будете крайне рациональны. И несмотря, говорю, на ситуацию на работе, это больше, знаете, как показывает какой-то эмоциональный фон. Здесь вы не только сможете укрепить, но и сохранить свои финансовые позиции. Поэтому переживать вам не о чем. Так, теперь давайте смотреть с позиции здоровья. Что ожидают в плане здоровья? А вот по Аркану смерть, не пугайтесь, в плане здоровья для многих этот Аркан замечательный. Я думаю, даже сам Аркан по себе отображает вам концепцию и суть вновь сказанного. Ситуация трансформации, перерождения. Из куколки в бабочку. Так и для многих из вас в плане здоровья может быть ситуация перерождения. Вот здесь, именно в этой колоде, по этому Аркану, каким образом это может проигрываться. Либо кардинальные изменения во внешности. Кто-то может делать ряд пластических операций по улучшению своей внешности. Либо в целом операции, которые помогут улучшить вашу жизнь. Ну, как вариант. Смотрите, у кого-то были проблемы с носовой перегородкой, с дыханием. То есть операцию вы делаете не с косметических целей, да, а с целью улучшения качества вашей жизни. Так вот и здесь, с позиции здоровья Аркан указывает на трансформацию. Это не обязательно могут быть хирургические операции. Это в целом сама по себе ситуация, когда за счет ряда косметологических процедур, либо каких-то манипуляций вы улучшаете здоровье и качество своей жизни. Для кого-то это массажи, для кого-то это в целом может быть там, не знаю, прессотерапия, либо ряд каких-то манипуляций, либо профилактических мер, которые не только направлены на укрепление вашего здоровья и самочувствия, а в целом на его перерождение. То есть для многих из вас это еще может быть ситуация избавления от хронических болезней, либо когда наоборот серьезная болезнь отступила, и мы наконец-то освободились. А касаемо для женщин, хочу брать особое ваше внимание, потому что здесь старший Аркан смерть указывает на ситуацию перерождения и трансформации, а именно в гормональном плане. То есть для многих это может быть ситуация беременности и деторождения, вот идет вам трансформация, но, конечно, для некоторых это может отыграться как климакс. То есть не обессудьте, то есть уже, да, здесь как именно карты говорят, так я вам и озвучиваю. То есть когда вы в плане здоровья в новом статусе, вот и так происходит трансформация. Но сам Аркан по себе позитивен, смерть, сама по себе карта не несет физической смерти, поэтому переживать вам не о чем. Она здесь наоборот говорит о более продуктивном, да, то есть о том, что вводят у вас изменения и в лучшую сторону. Что вас ожидает в плане личной жизни? Давайте посмотрим. Так, а вот по семерке Пентакли, здесь каким образом у вас может отыграться ситуация? Мы сейчас озвучим, и я эту карту дополню. Во-первых, здесь может быть распределение обязанностей, если вы состоите в отношениях, то есть, да, четко рассосредоточить, где женское, где мужское, либо какие обязанности переложить на младших членов семьи, либо на родственников и так далее. Это если вы состоите в отношениях. Если на текущий момент вы одиноки, это, знаете, как я говорю, попытка найти свой угол в жизни, определиться, выбрать среди множества вариантов, и для некоторых, повторюсь, не для всех, иногда может проиграться, как дедушка имущества. Поэтому давайте я все-таки уточню эту карту. О чем же она здесь говорит? Так, а вот здесь у нас падает перевернутая четверка мечей. Это как раз активные действия, направленные на то, чтобы выйти из состояния стагнации, ситуации, кокона, и каким-то образом освободить себе руки. То есть, все-таки, если вы в ситуации выбора, это сделать правильный выбор, если на текущий момент это распределение обязанностей, то, как следствие, действительно делегировать кому-то свои полномочия, так сказать, да, соответственно, облегчить себе жизнь. Если даже у кого-то здесь и происходит дележка имущества, да, деление ваших каких-то финансовых ресурсов, то тем самым вы не будете зависимы. Вы, наоборот, развязываете себе руки и строите жизнь таким образом, как вам необходимо. То есть, у вас именно здесь четко звучит позиция. Вот все, что не делается, все к лучшему. Так, ну и в качестве совета на текущий месяц у вас падает тройка жезлов. Карта работы. Но вот здесь, знаете, как нельзя лучше, очень действует хорошо пословица. Что посеешь, что и пожнешь. Она касается абсолютно всех сфер жизни. Поэтому, ну так как в целом у вас месяц исполнения желаний, то есть вы можете курировать и менять абсолютно все. Тем более, смотрите, все-таки наиболее кардинальным он у вас будет касаться сферы здоровья. Посмотрите, да, как перекликается. То есть она для вас более главная, более значимая и, скажем так, фундаментальная. Если же касаемо остальных сфер личной жизни, финансовой и рабочей, здесь все зависит только от вас. От того, как вы будете реагировать на какие-то конфликтные ситуации, будете ли в них ввязываться, либо будете их пытаться разрешить мирно, либо же в целом, ну все делать для того, чтобы каким-то образом минимизировать конфликт. Но и в целом карта говорит о том, что сентябрь месяц задело на будущего. То есть все то, что вы сейчас вкладываете в свою жизнь, впоследствии даст вам свои плоды, свои результаты. Поэтому дерзайте. Все шансы у вас не только есть улучшить качество своей жизни, но и сделать замечательный задел на будущее. Я вам этого искренне от всей души желаю. Буду вам признательна за обратную связь. Пишите, пожалуйста, свои комментарии. По бере возможности буду на них отвечать. Ну а искренне вас благодарю за просмотр. С вами была Ева Лехцар. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok